Привет, меня зовут Денис, я инициатор проекта E-Gears. Трактор, это вообще бомба, это одна из самых лучших наших моделей. Здесь есть режимы Drive, Park и Sport. Маленькая коробочка передач, вы вот так переключаете режимы. Этот рычаг трется здесь со специальную зубочистку, то есть ее вот эту штуку, вот здесь, она не должна быть смазана, чтобы он потуже терся, иногда ее приходится заменить на какую-то другую, если он слизывается. Тут самое главное, чтобы очень легко ходил вот этот маятник и в режиме Park, вот в среднем режиме, он должен возвращаться. Ему надо какая-то доля секунды, чтобы вернуться, поэтому заводите колесо и придерживайте на секунду, ну как, не отпускайте сразу, то есть его резко отпустить, он проскальзывает, как раз, вот он вернулся и зажал. Количество оборотов чувствуйте сами, старайтесь не перетягивать, чтобы не порвать резинки. Запускается режимом драйв, людей обычно удивляет режимом спорт, да, там, вот, просто они не ожидают от такой модельки, что она еще и поедет так быстро. Вот эти два поршенька, они, поршеньки должны работать, стучать, вот, по ним стучит маятник вот здесь сверху, расстояние, вот это, буквально тут, где-то на 2-3 миллиметра торчит вот зубочистка сверху, то есть, если вот эти верхние, вот эти бочоночки поршеньков, они усажены сильно глубоко, он до них не достает, если сильно высоко, он уже начинает тормозить, поэтому, вот, 2-3 миллиметра, иногда приходится тут регулировать, как бы достать, вот, бывает, что поршни уходят на какую-то одну из сторон, вот, тогда вот эта вот, средняя планка, ее надо, чтобы она ровно стояла, или же ею регулируем там, так, чуть-чуть ее зажимаем сюда, поршни уже немножко уходят в эту сторону или в эту. резинки рекомендую, вот, видите, хвостик, сейчас, хвостик резинки торчит, значит, резинка у нас проходит, давайте выведем колесо, резинку сначала продеваем, как бы, в отверстие, продеваем, ну, в общем, ее тут надо либо привязать, либо там продеть, а потом в пазик задеть, чтобы она не могла отсюда никаким образом слететь, потому что если ей просто завязать узелочек и одеть ее в пазик, то она может слететь, и резинки завязываются так, с тем, чтобы оставался полтора сантиметровый такой хвостик от нее, тогда преднатяжение будет лучше, а то у него, как бы, появится холостой ход, если на самых краешках резинки завязать хвостики, то есть резинку надо так, чтобы она в спущенном состоянии уже имела так, ну, слегонца такое уже натяжение небольшое, тогда он хорошо, он тогда добирает, как бы, все обороты, нет у него такого, что он не доехал какой-то обороты. Вот, надо смазывать его тоже при сборке, особенно рекомендую смазывать вот это колесико, вот это, которое крутится. Сами большие колеса ездящие можно и не смазывать, чтобы он там особо не скользил нигде по полу, а остальные, вот мелкие все шестеренки, вот эти все надо бы промазать. Вот трактор, сюда цепляется еще прицеп, прицеп покажу чуть позже. Так, что по нему, по нему, возможно, конечно, ну, в инструкции, конечно, мы там уже показали, не на нескольких картинах, но вот, как одевается резинка на колесо, потом проходит под первой зубочисткой, потом через дырочку, через отверстие, вот как бы, сюда вот, где сейчас веду, то есть, получается, потом под второй зубочисткой, потом через валик, самое главное, здесь вообще за решеткой, но можно и перед решеткой, вот сюда наверх, это первая резинка одевается, у него есть еще, на одной резинке он плохо ездит, он так слабоватенько, есть еще вторая резинка, она проходит колесо, потом она идет вот так вот, через этот валик, под вот этой зубочисткой, как бы, вот, она проходит, да, получается, от колеса наверх идет через валик, и здесь она внизу доходит до второго валика, и через него просто такой вот пазик, она там с помощью узла и держится, вот здесь, то есть, у него две резинки, вот такой вот трактор.